Хеллоу, друзья мои, и добро пожаловать в игру The Sims 4. Сегодня я для вас подготовила достаточно необычный ролик, потому что изначально вообще он планировался как постройка, но в итоге он вышел скорее как лайфхак что ли строительный, я даже не знаю как его назвать, но в любом случае я вам сейчас все расскажу, и я надеюсь, что вам нравятся наши постройчные ролики, и вы не забывайте их поддерживать лайком. Итак, Даша очень часто любит сидеть на Пинтересте. Это просто какой-то кошмар. Я последним временем очень часто рассматриваю различные домики, схемы, как больших каких-то шикарных домов, так и каких-то маленьких, и недавно мне попался целый цикл домиков, будем так это называть. Когда я еще искала Tiny Living постройки, помните, мы с вами строили домики, мне было вообще интересно, что в реальной жизни можно попробовать такого вот построить, и я увидела несколько подобных постройок, они мне очень понравились, и я решила посмотреть, как это можно реализовать в Sims 4. Рассказываю, в чем суть. Кстати, да, я надеюсь, что я не забыла прикрепить, я в ролике добавила несколько фотографий этих самых домиков, которые мне прям, ну, очень понравились, мне очень хотелось что-то подобное построить, и изначально, в принципе, я думала, что у меня получится. Но с чем я столкнулась в самой игре? Кстати, да, этот домик полностью был построен без доп. материалов, сразу скажу, и, по-моему, я даже строила без использования других различных наборов, дополнений, по-моему, здесь у меня просто использовалась только базовая игра. Могу, конечно, ошибаться, я могла, в принципе, что-то случайно добавить, но я планировала использовать только базовую игру, поэтому, если захотите, я могу добавить этот домик в галерею, в принципе, он выглядит неплохо. Но вот с точки зрения функционала, точнее как, с точки зрения функционала он хороший. А вот с точки зрения визуального, ну, с моей личной точки зрения, мне, скажем так, были кое-какие вопросы, может быть, вы мне подскажете, как их решить. Итак, домик. Это домики-трейлеры, но это не совсем домики-трейлеры, они по форме такие вот длинные, вытянутые, и там, получается, в чем суть. Первый этаж, это, скажем так, living zone, то есть там у нас, это даже не living zone, это вообще общая комната, то есть там есть место для гостиной, небольшое очень место, допустим, какой-нибудь маленький диванчик, это я вам сейчас, если что, рассказываю про реально существующие домики. Например, там есть гостиная, то есть маленький там, может быть, один диванчик, может быть, пуфики стоят, небольшой телевизор, затем есть место, зона для еды, то есть, допустим, где вы можете покушать, и там, конечно, стоит маленький столик с маленькими стульчиками, и есть, конечно же, кухня, и есть лестница на второй этаж. Кстати, да, под лестницей находится ванная комната, то есть оно, как бы, знаете, с одной стороны, очень все компактно, но с другой я пересмотрела десятки фотографий, оно выглядит очень уютно, и что мне вот прям очень понравилось, это второй этаж, то есть он открытый, там как такового нет второго этажа. Там есть лестница, подъем, и, получается, есть перилки, и за ними стоит кровать, то есть, в принципе, второй этаж, это сугубо даже не спальня полноценная, а это скорее просто вот кровать, и, может быть, шкафчик, какой-то маленький комодик, а может быть, и этого даже нет. Мне захотелось попробовать что-то такое построить. И изначально я построила не очень правильно, то есть, как бы, с визуальной точки зрения он получился не очень правильно, поэтому в этом домике, в этом домике, в этой постройке вы увидите несколько вариантов, возможно, вы тоже подыскивали, как построить подобный домик. Может быть, вам тоже, хотя, нет, я уже что-то так смотрю и понимаю, что, скорее всего, я использовала не только базовую игру, но, вроде бы, только базовую. По-моему, только базовую. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Я, кстати, для вас подготовила еще один достаточно большой домик по базовой игре. И он очень скоро выйдет. Но пока что у нас с вами, как вы знаете, будет достройка нашего торгового центра, который планируется на выходные. У нас будет продолжение нашего стрима, поэтому не пропустите. Скорее всего, стрим будет когда? У нас сегодня вообще какой день недели? Ага, значит, у нас стрим будет, скорее всего, в субботу. Да, я надеюсь, что будет в субботу. Вы следите за сообществом, чтобы не пропустить анонс. Ну, а мы с вами продолжаем строить. Сразу скажу, что под конец ролика я запустила сюда персонажа, которого я здесь поселила. Все здесь функционально. То есть, вот этот домик, который я построила, он полностью функционален. Перс может кушать, готовить, спать, мыться. То есть, никаких проблем с точки зрения функционального. С точки зрения функции этого домика, в принципе, он все выполняет. Но вот с визуальной точки зрения, это, знаете, мы опять возвращаемся к нашим барашкам. А точнее, мы возвращаемся не к барашкам, а к нашим крышам. Потому что вот из-за того, что крыши здесь такие вот крышные, оно выглядит очень странно. Вообще, во всех вот этих постройках, вот этих вот трейлерных домиков, будем так их называть, но это на самом деле не трейлер, это просто компактные домики. У них у всех крыши очень красиво украшены. Те домики, которые я вам показала в ролике, это, знаете, такой вот базовый вариант. Есть с очень красивой подсветкой, с какими-то там драпировкой, еще с чем-то. В общем, очень много красивых вариантов, и тут у нас таких вариантов нет, вы понимаете? В Sims 4 таких вариантов нет. Зато у нас будут нарядные нитки. Зато будут нарядные нитки, но, насколько я понимаю, нарядные нитки, наверное, выйдут после эко-стиля. Представляете? Кстати, с эко-стилем вы же видели, ну, если вы не видели трейлер, у меня на канале есть разбор трейлера. Кстати, да, мне там ребята написали, что это у нас не цыплята, оказывается, были, а червячки. И я тут немножко расстроилась, потому что я так надеялась, что добавят цыплят. Ну, это же цыплята, это же так мило. Ну, хорошо, ладно, не цыплят, но можно утят. Ну, червячки, наверное, тоже неплохо. Заведи себе червячка, и будет у тебя жизнь, зашибись, как-то так можно сделать. В общем, у нас же выходит эко-стиль. И, кстати, вот этот домик, может быть, может быть, нам получится с вами перестроить как раз под эко-стиль, потому что, друзья мои, тут должна быть барабанная дробь. Надеюсь, вы ее услышали. У нас получится, появятся вертикальные лестницы. Да, друзья мои, вертикальные лестницы. Вы понимаете, насколько меньшим это был бы домик, если бы я использовала не вот эту вот лесенку, а, допустим, использовала вертикальную. Его можно было бы сделать еще меньше. Кстати, да, я специально использовала параметры от тайни-ливинга, потому что мне хотелось именно маленький тайний дом построить. Но тут не использовалось ничего из тайни-ливинга. То есть, в принципе, вы можете его построить, перестроить без тайни-ливинга. Вообще, мне такие домики очень нравятся. У нас, кстати, в планах с вами есть... Кстати, тут еще получилось, подождите, я вот сейчас увидела, еще один интересный лайфхак, связанный с крышей. Когда я ее добавляла, когда ее... Вот смотрите, вы строите две крыши, и одну вы закрашиваете стеклом, то есть, вы размещаете, пересекаете эти крыши, и закрашиваете одну стеклом, то у вас получается вот такая вот стеклянная крыша над вашей спальней. И нет места стыка. То есть, обычно между двумя, получается, крышами находится стык, то есть, именно вот такой вот перпендикулярный. Я говорю не про сами крыши, не про само покрытие, а вот... Вы поняли. Я же не архитектор, не строитель, я не знаю, как вам объяснить, но я думаю, вы понимаете, о чем речь. И вот здесь этот стык не виден, я совершенно случайно вообще это увидела, поэтому, если вы хотите сделать такое вот симпатичное окошко, вы размещаете одну крышу, на нее, грубо говоря, накладываете другую крышу, но чуть-чуть ее проливаете, и затем один из кусков закрашиваете стеклом, и все, вуаля, у вас получается вот такая вот... Ну, да, она, конечно, не супер-пупер идеально выглядит, но, с другой стороны, можно немножко пошаманить, поиграться, и у вас получатся вот такие вот стеклянные мансардные окошки. Знаете, иногда вот этот ролик у меня вышел абсолютно спонтанно, как с точки зрения лайфхаковского, потому что я изначально хотела именно тот дом построить, но в итоге мы с вами получили, как такие вот полустеклянные крыши сделать, и как вообще с домиком тут пошаманить. Как вы понимаете, изначально была моя ошибка в чем? В том, что я этот дом построила сразу же двухэтажным. То есть его не нужно сразу же делать двухэтажным, потому что вы видите, что у нас появляются эти стенки. Поэтому Даша начала по-другому немножко химичить. Даша начала немножечко сужать этот дом, и Даша начала убирать вообще вот эти вот стенки, чтобы как раз у нас были не стенки на втором этаже, а чтобы у нас была крыша, то есть чтобы у нас комната была полноценная под крышей. По поводу дворика даже не смотрите, это была моя сугубая импровизация, мне захотелось сделать такие вот ровненькие, ровненькие красивые цветнички, и знаете, мне они понравились. Вот я не думала, что они мне понравятся, а мне понравилось. Мы с вами часто строим какие-то садики, шматики, а почему мы с вами не делаем все по геометрии? Вот квадратные клумбочки такие вот симпатичные, почему нет? Я решила, что это неправильно, и лучше будет такой. Это, кстати, достаточно простой способ, чтобы, например, оформить садик. Вот вам лень, вот вам ленький его оформлять, вы берете и размещаете вот так вот простенько себе клумбочки, и все, и у вас уже красивый, ухоженный садик, такого вот ленивого персонажа, который не хочет заморачиваться с этим садиком. Изначально, то есть вы видите, я вам сейчас показываю только первую версию этого домика, то есть самая-самая первая, которая у меня получилась, и вы увидите, почему меня очень сильно пригорело, и я надеюсь, что, может быть, хотя бы в каком-нибудь из наших наборов это все будет, ну, избавляться, исправляться, потому что действительно очень сильно пригорает. Я добавила также маленький такой вот бассейнчик, то есть, в принципе, домик очень маленький, компактный, но, знаете, с другой стороны, для какой-нибудь семьи молодоженов, или еще для кого-нибудь, или просто для любительницы природы. Можно же все сделать из дерева, там, допустим, полностью деревянная мебель, все такое вот эко-шмеко, и тогда оно выглядит очень даже симпатичненько. Я добавила немножко вот этих кустиков вокруг, то есть, смотрите, в принципе, домик компактный, но тут есть и место, где можно отдохнуть, и где можно полежать, пожариться под солнышком, и поплавать, и даже целое дерево у них есть с вот такими вот цветочками. То есть, в принципе, домик играбельный, домик игровой. Но вот вы сейчас увидите с визуальной точки зрения, я думаю, что у вас точно так же пригорит, как у меня, потому что мне кажется, что крыша, учитывая, что крыша вообще, как понятие, 74 появилась с самого начала, с ней надо было как-то продолжить работать. Да, я поменяла на красный цвет, мне почему-то захотелось вдруг в красненький перекрасить, потому что у нас зеленый и так трейлер в беглецах, бегунах. Я решила сделать его красненьким. Итак, мы с вами подходим к нашему домику, и здесь, ну, вы видите, он такой очень маленький, компактненький. Суть тут была не в оформлении, даже не смотрите на это оформление, потому что знаю, что оно смотрится странно. Но мне, как человеку ленивому в оформлении двориков, мне лично нравятся такие вот грядочки. У нас даже есть вот тут мусорник спрятан, все у нас тут есть. Окошек тут немного. Объясняю, у нас лестница, вот, к сожалению, вот в этой всей части, она занимает стенку. Я как-то решила, что там, ну, окно будет не в тему. Значит, мы с вами заходим и попадаем в уютный первый этаж. И вы видите вот это, вот вы видите, вы это видите, да? Я тоже это вижу. И я вам скажу, у меня вот от этого пригорает. То есть, помните, в самом вот этих всех фотографиях, вот эти крыши, во-первых, кстати, надо удалять всегда вам вот эти вот стенки. Потому что здесь у нас как будто бы коробочка нависает. Я вам сейчас еще дальше покажу, объясню, о чем идет речь. Тут у нас местечко, в общем, то, что я рассказывала, для отдыха. Такой вот релакс-зона. Можно почитать, можно посмотреть телевизор. Я даже подоконники с цветочками добавила. Все такое вот, видите, уютненькое. Ну, а дальше мы с вами проходим. Получается у нас, вот, кстати, тоже шкафчик с какими-то штуками, там, может быть, тоже с цветами или книжками. Это ванная комната. Ваш капитан, очевидно. Здесь можно добавить, как, например, стиралки, но так как я строила без всех дополнений и прочих наборов, то здесь стиралок у нас нет. Но вы можете добавить, если у вас они есть. Итак, вот первый вариант домика, который я построила. И вы видите, вон у нас там дырка получается. Не очень уютно смотрящаяся. Мне пришлось, вот, видите, тут в идеале должна быть красивая крыша, красивый скат. А нас его нет. У нас здесь нет такого красивого ската. У нас тут все получается красненьким, и я решила немножечко сейчас поэкспериментировать. Вот у нас тут есть стенки, и вы видите, что они до конца не доходят. Ну, тут у нас еще и окно. То есть, выглядит оно странно. То есть, в идеале у нас должна быть красивая-красивая крыша. Я все перекрасила в другой цвет. Немножко переместила фотографию. Внутри я тоже немного пошаманила. То есть, это окно вообще нужно будет удалить, потому что оно здесь не нужно. И вы видите, это спальня. Здесь спальня абсолютно функциональна. Здесь можно переодеваться, можно смотреть в зеркало, можно спать, ваш сим не будет нигде застревать. Но вот вы видите, вот эта вот проблема с переходами. Еще один вариант, который я сделала, это вариант с попыткой как-то уменьшить эти стенки. Как-то вот уменьшить это расстояние. То есть, видите, вот там, получается, идет полоска справа и слева из-за того, что у нас крыша шире. Крыша, к сожалению, в таком домике должна быть шире на одну клеточку, потому что тогда она будет выглядеть нормально. У вас не будет торчать нигде ни вот эта стенка. Получается, вот эта вообще комната, она скрыта под крышей. Она там скрывается. И с одной стороны это хорошо. С одной стороны, вроде, то есть, видите, снаружи оно не видно, но внутри оно капец как видно. И это, конечно, очень сильно раздражает. Поэтому я для вас подготовила еще один вариант. То есть, у нас три варианта будет этого домика. Но тут он будет достаточно сложный. Мне тут уже пришлось привлечь дополнение в университете, но не переживайте. Я думаю, что вы и сами можете с любым дополнением что-то такое сделать. Нам нужно было как-то избавиться от вот этого вот забора. К сожалению, во втором варианте, точнее, это уже даже третий вариант, который я вам буду показывать, в третьем варианте будет торчать забор из крыши. И оно смотрелось дико. Поэтому я расширила, чтобы у нас не был домик-грибочек. Я расширила наш дом. Да, пришлось его расширить немножко. То есть, здесь у нас комната нижняя, я ее практически не трогала, ее надо расширять. Здесь у нас, как вы видите, получается вот практически то, что мы с вами и планировали. Большой нижний этаж, кстати, он стал действительно чуть больше. Вы можете здесь и побольше столик добавить, и побольше диванчик, и телевизор. Здесь пришлось мне вместо забора использовать, к сожалению, цветочные клумбочки. Потому что, в противном случае, забор торчал вон там из крыши. И смотрелось оно страшно. Здесь у нас получается полноценная комната под крышей. Она функциональна. Здесь можно все делать. Здесь можно отдыхать, сидеть, стоять. Тут можно тоже добавить вот такой вот горшочек. Но, к сожалению, визуально оно смотрится так себе. Возможно, друзья мои, у вас есть какие-то интересные идейки по этому поводу. А возможно, вы точно так же, как я, мучились и не знали, как же построить вот эту вот комнатку. Не знаю, правильно мы с вами делали или нет. Может быть и нет. А может быть, вот такая вот постройка вас натолкнет на какую-нибудь интересную идейку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу вот таких вот комнатушек. Может быть, у вас они получались как-то по-другому. Ну и я надеюсь, что вам был этот ролик, возможно, полезен. Возможно, вы тоже не знали, как такое построить. Ну а я желаю вам хорошего настроения. Увидимся уже в новых интересных видео. До скорых встреч, друзья мои. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok